Если ты Антон Кивни, какое время сейчас не пускаешь? 4.20 Привет, братишка! Меня зовут Антон. Мы находимся в кальян бар Парник, и это блок о кальянах от нашего заведения. Сегодня мы будем снимать обзор на украинский табак из города Днепр под названием 4.20. Мы начинаем. Два слова про баночку. Продукт выполнен в стиле ретро-вэйв. Название воспринимается визуально просто отлично. Вот так вот, если на полке стоят у вас табаки, вы можете спокойно отличить один вкус от другого. Но есть одно. Когда вам приносят табачок курьер, вы не можете быть уверены, что там 125 грамм. Потому что нету никакой защитной оболочки. И можно пальчиком чуть-чуть почерпнуть себя. Сейчас мы ознакомимся с информацией, которую нам предоставил производитель. В первую очередь, они говорят, что убрали удар по горло. Теперь их табак нет и хашит. Это мы сможем проверить. Дальше второе, что мы сможем проверить, это повышенная жиростойкость и быстрое восстановление ароматизатора. Мы оставим кальян на 15-20 минут под тремя углями с колпаком. И посмотрим, как он будет себя вести. Фасовка 125 грамм с контрольным вскрытием банки. Розничная цена 150 гривен за 125 грамм или 370 рублей. Ароматика Германия, Франция, Америка. Сырье Бёрнли, Вирджиния. Забивки в любые чашки. Табак гибкий в плане крепости, в зависимости от типа забивки и игрой с прогревом. И легко сделать от 4 до 8. По большому счету все. Мы сейчас сделаем один вкус какой-нибудь, любой. Возьмем малину. Производитель заверил, что это у них топовые вкусы и по продажам, и по его личному мнению. И сделаем его на силиконе, сделаем на фан или в касане, сделаем на соляре и сделаем на ОПГ. И посмотрим, как этот табак будет вести себя на разных забивках, при разных температурах. О самом сырье. Пахнет испачкой, как малина. Это, по словам производителя, топовый вкус по продажам, по его личному мнению и по всему остальному. Пахнет приятно, малина чувствуется из пачки. По самому сырью. Нарезка средняя. Но я нашел один такой лист, мне кажется, его забрали просто сигарой Total Flame. К рукам не сильно липнет, и табак в меру влажный. Ну, я думаю, в работе не будет доставлять проблем. Так, переходим. Первая чашечка у нас малины на силиконе. Сейчас мы будем ее пробовать. В целом, вкус не такой насыщенный и яркий, как с пачки. И даже на силиконе проявляются какие-то неприятные табачные ноты. Переходим дальше. На соляре с колодцем посмотрим, как будет себя проявлять на такой чашечке. В принципе, тут в связи с тем, что есть колодец, крепость, я бы сказал, средняя, даже ниже среднего. В связи с тем, что я даже не курил сегодня кальян, он не накуривает. Ну, мы узнаем по вот этой чашечке и вот этой, более подробно про крепость. Странище. С чем бы я мог сравнить этот продукт? Максимум с фасилом, наверное. Ну, в принципе, за его деньги. 150 гривен за 125 грамм. На уровне чайных, без табачных продуктов, таких как чебак, доли и так дальше. Так, теперь у нас на чашечке Upgrade Form. Без колодца, пушистенько засыпали. По крепости сейчас два слова скажем. Может, она здесь по ящи проявится. Смотрите, мы прогревали на трех углях, без четырех. Крепость не сильно поменялась, даже с такой чашкой. И без колодца, пушистая забивка. Под колпачком прогревали. Я бы не сказал, что там 8 можно из него выжать. Абсолютно никак. Восьмерки здесь даже близко нет. Вкус, на самом деле, приятный. Но флагманом я бы своего продукта его не назвал. И сейчас мы перейдем к самой любимой части. Отсылочка к Славе, Калианова Мастера, твоей мамы. Касаточка. Пока повесим нашу трубочку. Все по классике, как у мастера. Снимем микрофончик и запишем этот звук. Так, где наши щипчики? Вот они. Касаточка у нас довольно жирная. Сейчас мы сдуем чуть-чуть до бочок. Уголечек. И ставим. Как говорит Славик. Оголи, ой, ой, ой! Мы, как вы понимаете, не из банды аутистов. Мы не будем касаточку нашу прогревать. И сразу будем ее взрывать. Что нам скажет касаточка на трех углях? Сейчас мы об этом и узнаем. Небольшая долька перегрева есть. Я сейчас, наверное, сниму третий уголечек. В принципе, я бы сказал, что касание он выдерживает нормально. Или не очень. Вкус стал чуть более насыщенный. И немного ярче от калиста бочные ноты. Сейчас мы будем быстренько, по минутке, по полминутке рассказывать про каждый вкус. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Кстати, в конце розыгрыша, в конце нашего видео мы разыграем 7 пачечек. Одному победителю достанется табака 4.20. Такие, как малина. И еще там. Короче, 7 вкусов одному победителю в конце выпуска. Условия будет не пропускай и не перематывай. Я совсем забыл. Сейчас мы проверим нашу жиростойкость вот этого табака. Мы поставили туда четвертый уголечек. Накрыли колпачком. И сейчас у нас 14.55. Это прошло около 10 минут с того времени, как мы засекали время. И до этого еще кальян стоял около 10 минут. То есть в общей сложности прошло около 20 минут. Сейчас мы будем смотреть, как он восстановится и проверим его жиростойкость. Я лужу колпачок сниму. Ну что, я сейчас просто завалил свой рот. Так, оставим два уголечка. Посмотрим, или он сможет восстановиться после такого перерыва лютейшего. Просто лютейшего. Мне, естественно, не сильно хочется затягиваться этим. Сейчас мы попробуем его максимально остудить. Итак, посмотрим, соответствуют ли слова производителя о хорошем восстановлении в действительности или нет. Ну, уже в любом случае эта курица намного легче. В связи с тем, что он стоял минут 10, как минимум, уже полностью прогреты на четырех углях под колпаком. В целом, я согласен про жиростойкость и про восстановление. В каком-то смысле доля правды есть, абсолютно точно. В целом, восстановился неплохо. Мы переходим к следующим вкусам, потому что я это уже не хочу курить. Лимонный пирог. Запах испачки. Пахнет очень круто. Выпечка не чувствуется. Больше я чувствую алкогольные нотки здесь. По курению. По 10-балле поставлю ему 7-8. По аромату, что я чувствую. Лимон намного ярче. Он кислый, не сладкий, что немаловажно. Выпечка почти не чувствуется. Алкогольные нотки... Где-то там за поворотом. Панк черри. Запах испачки ядовит и вишни. Вишни чувствуется однозначно. Посмотрим, что на курении из себя представляет этот вкус. Вишня. Ничего обычного. Не сильно яркая. Ну, не мыльная. По оценке ставим где-то 6. Максимум. Пятки. California Cache. Не знаю, что это. Такое описание вкуса нет. По запаху какой-то эвкалиптовые конфетки. Вот эти с значком плюс зеленые. По запаху такое. По вкусу ужас какой-то абсолютный. И не яркий. Там минус где-то 2-3. Я вообще ничего не чувствую. Никакого вкуса. Даже свежесть не яркая. Mr. Gray. Или как пахнет 50 оттенков серого. Ну, мы этот вкус уже подзаюзали. Он пахнет прикольно. Приятно. Табачный ноты не чувствуется. Отдаленно напоминает шахеризаду от нахлы. Есть какие-то нотки бергамонста. Бергамонст. Блять, бергамота, короче, с лимоном. Чем-то дает терпкий, чайный вкус приятный. По баллам поставим где-то 8. Дальше у нас дэр... Блять, еще раз. Похуй. Похуй. Dark Perils. Запах испачки. Издалека ягодный. Где-то из-за поворота с третьего подъезда. Слепо полное, 2 балла. Ягодные... Ягодные оттенки. Где-то там, далеко. Apple Squid. Пахнет вкусно. Яблоко. С легкими оттенками конфет. Тут должны быть конфеты. Сейчас по курению посмотрим, что у нас. Приятное яблоко с легкой кислинкой. Без лишних оттенков. Зеленое яблочко интересное. Конфеты абсолютно не чувствуется. Такие банановые. Запах испачки около банановой. Оператор подсказывает, что это ликер Pizan, если не ошибаюсь. По курению сладкие нотки банана. Слегка недоспелого. На послевкусие приятная сладость. По десятибалльной семерочка. Pizan Vic. Это маракуйя. По запаху... Цитрусовый запах я маракуйя не ел, поэтому не скажу. По курению какая-то снина. Если честно, ну, бля, вообще... Оператор сказал, что шкура, я его полностью поддерживаю. Frostbite, ребятки, по запаху. Ну, запах неприятный. Запах неприятный. По курению... Ребят, Darko Supernova отдыхает. Оператор курил 100% Darko Supernova и покурил сейчас вот это. Ну, это 10 баллов из 10. Только добавляйте, пожалуйста. Ну, 2 грамма, это потолок. Mango Bloom, почти как Орландо. Пахнет вкусно. Если честно, мне очень нравится. Запах. Оператор сказал, что пахнет хуями. Неяркий манго. Недоспелый манго с нотками травички. Не стоит внимания, максимум 4. Stratbreak, клубничка. Пахнет просто шикарно, невероятно, восхитительно. Великолепно. На курении. Вообще неяркая абсолютно, как будто ее из земли не достали. Ну, это 2 максимума. It's a question. Что это за вопрос, интересно? Пахнет неприятно? Неприятно очень. По описанию это должна быть овсянка с фруктами. Мне вообще не нравятся овсянки, ну, там максимум нотки, какие-то фруктов. Я вообще не ощущаю. Оператор, оператор мнения такое, что это овсяные оладьи. На этом и закончим с этим вкусом. Ребятки, Холли Берри. Земляника. Закрутил. Пахнет ягодно. Приятно. Не уверен, что земляника, но ягодно точно. Как по мне, не дотягивающий до Байл Берри Дарка с ярко выраженной табачной нотой. По оценке, ну, 5-5-6. Для последнего вкуса, Тести Пич, ой, Нести. Может быть, это отголосок чая Нести, хотя он уже 300 грамм, правильно. Пахнет персиком, а не сильно насыщенно. По коленю он отдаёт отголосками нахлы, нахлоским персиком, суховатый персик, не сильно насыщенный, приятная сладость. По оценке, 6-7, да? Да. Переходим к последнему вкусу. Последний вкус на сегодня, ананасик. Пахнет приятно, лёгкой кислиточкой. Ну, на стенышке нет. По коленю суховатый ананас, не хватает ему слачности, немного. Сладость есть, небольшая кислинка, я не сильно чувствую. Опять же, табачная нота очень сильно перебивает. По оценке поставим 7. Я поставил 8. 8. 7,5. И переходим к итогу. Ребятки, будем подводить итоги по этому продукту. По жиростойкости. Что хочется сказать. Табак жиростойкий. Прогревать его нужно будет немножко подольше. Но на лютом перегреве будет курить его абсолютно некомфортно. По восстановлению. Табак подлежит восстановлению. После того, как он простоял 15 минут под 4 углями, ещё и с колпаком, мы его смогли остудить. И достаточно комфортно курить. Дальше. По ароматизаторам. В большинстве случаев они очень интересные. И приятные на курении. Но есть очень большой минус в табачных нотах. Сырьё очень сильно перебивает в большинстве случаев. И часто доставляет дискомфорт при курении. Этот табак абсолютно точно будет интересен и приятен курению людям, которые курят сигареты. Для них этот табак будет восприниматься намного лучше. Дальше. По крепости. Крепость есть. Приближённая к Нахле. Можно выжать 6-7. Но будет куриться некомфортно. Как по мне. Мы пробовали в Касане. Он Касане удерживает. Но лёгкий дискомфорт доставляет всё-таки. По цена-качество соотношения. Абсолютно точно продукт стоит своих денег. Есть несколько топовых вкусов. Описание всех вкусов у нас будут в описании. Под видео можете ознакомиться. И для того, чтобы вам было комфортнее выбирать в магазине, мы для вас это сделаем. Также мы хотим поблагодарить компанию 420 за проявленную инициативу. За то, что они отправили нам свою продукцию на обзор. Она абсолютно точно стоит внимания. Единственное, что мы хотим посоветовать чисто от нас. Субъективное мнение. Поменять сырьё. И тогда ваш продукт будет очень сильно достойным игроком на рынке кальянных табаков. Ребятки. Барабанная дрочь. У нас розыгрыш. Три победителя получат по 7 банок табака 420 абсолютно рандомно. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот продукт? Нужно подписаться на наш YouTube канал, на мой Instagram и на Instagram нашего заведения прекрасного. Также нужно будет оставить комментарий под этим видео. Оставить комментарий какой. Если вы пробовали этот табак, оставьте своё мнение. По тем вкусам, которые вы курили, нам интересно будет сравнить с нашим. Также ставьте лайк на это видео. И по большому счёту всё. Розыгрыш будет проводиться через 2 недели после выхода видео. В прямом эфире в Instagram нашего заведения. Мы желаем вам длинных табянов и хороших видов. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok